Всем привет, говорит GetFan, а в этом видео я расскажу вам про советский эсминец-охотник, в чем его особенности и почему же при моей нелюбви к низкоуровневым премам я делаю видео про эсминец 5 уровня, но обо всем по порядку. Корабль Начнем с того, что корабль пока проходит финальные стадии тестирования, потому его ТТХ еще могут измениться, и потому конкретных цифр сейчас я не буду называть, но вот про особенности и сравнения поведаю в полной мере. Внешний вид корабля без малого необычен, в основном из-за практически отсутствующих настроек. Это, как вы наверное догадались, несет логические последствия. Несмотря на свои размеры, маскировка корабля очень неплоха, так что даже с японскими эсминцами уровня охотник может посоревноваться в незаметности, а это открывает тьму тактических возможностей. Также я думаю вы заметили, что длина корабля для класса эсминец очень высока, и потому маневренные характеристики, если оценивать их внутри класса, у охотника посредственные. Высокая скорость и плохая маневренность. Единственный плюс таких габаритов это высокий запас прочности, немногим уступающим легендарному гремящему. Тому прему, на который облизываются очень многие игроки. И вот если говорить о главном для артесминца огневой мощи, то от сравнения гремящего и охотника никуда не деться. В вооружении обоих кораблей установлены 130-мм орудия, но увы разные. Гневные, как и гремящие, оснащены Б-13, скорострельность которых внушает страх. А вот охотник оснащен 130-мм 55Б-7, чья огневая мощь значительно ниже за счет меньшей скорострельности. Но этот недостаток частично скрывает количество стволов, достигающих аж целых 7 штук. А это я вам скажу достаточно много, потому вес залпа эсминца может без труда снять при успешном попадании до половины боеспособности одноклассника. И это я вам скажу делается регулярно, ведь право первого выстрела обычно за охотником. Спасибо маскировке. Хотя, если численный перевес за противником, то малая скорострельность не позволит выиграть сражение. Но в целом, все остальные характеристики стволов схожи, потому лично меня огневая мощь устраивает. Главное заранее поворачивать башни в нужное направление. Во время боя менять атакующий борт очень долго и сложно. Скорость разворота небольшая. Дополняет главный калибр весьма крутое торпедное вооружение. Увы, это не длинные торпеды гремящего. Дальность и скорость входа торпед охотника схожи с показателями прокачиваемых эсминцев советов того же уровня. Но сюрприз тут все же есть. Четыре трехтрубных аппарата – это возможность нанесения колоссальных повреждений. А также возможность в одиночку прощупать вражеские дымы на предмет противников. Этим эсминец точно напомнит вам дерзкого. И лично я от торпедного вооружения в восторге. В общем, на данном этапе эсминец получается очень бодрым и мощным. Список минусов, конечно, внушительный, но в плане геймплея он дает нечто новое. Эдакая смесь японцев и советов. То есть, подходя максимально близко и даже не светимся, принимаем решение насчет возможности боя. И после этого завязывается обычно короткое, но очень адреналиновое сражение. Ведь дистанция боя мала. И тут ошибки могут стоить дорого. На этом все. Надеюсь, после выхода корабля на продакшн его ТТХ останутся прежними. И тогда полноценное видео по нему будет лишь вопросом времени. На этом все. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, то не жалеете поставить лайк, чтобы видео про корабли, находящиеся в разработке, продолжали выходить на моем канале. Делитесь видео с друзьями и обязательно еще возвращайтесь на канал. Ведь интересные видео выходят тут практически каждый день. На этом все. Пока-пока.